Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Парлипоменон или книги Хроник летописи. Сегодня мы будем читать 16 главу этой книги, в которой говорится о войне между Ассой и Вассой, царем израильским. Асс – это царь иудейский, а Васс – это царь израильский. И о конце царствования Ассы. Глава насчитывает 14 стихов. В 36-й год царствования Ассы пошел в Ассо царь израильский на иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Ассы царя иудейского, не приходить к нему. То есть он стал укреплять раму, то есть ее крепостную часть. «И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Винодату, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мной и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим, вот я посылаю тебе серебра и золото, пойди, расторгни союз твой с Васой, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодат царя Ассы и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и Он, и Дан, и Авел Маим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о всем Васа, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Асса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Васса для строения, то есть строения этой крепости, и выстроил из них геву и митсву. Казалось бы, почему Асса идет на такие затраты? Потому что этот город, рама, он строился против тех, которые могли из Израиля бежать в Иудею или там из Иудеи с миссионерской миссией отправляться в Израиль, что делали, кстати, иудейские пророки. Ну и что, если кто-то там приходит или кто-то уходит, а почему надо опустошать казну, чтобы остановить этот процесс? Получается, что для Ассы важнее были, а вот сами эти люди, которые должны были иметь, сохранять с собой право, по закону Моисееву, три раза в году все мужчины должны были собираться в Иерусалиме. И если Дух Божий побуждал пророков идти в Израиль и обличать нечестие дома Ирваама, сына Одноватого, то это воля Божия. Поэтому Ассы, не считаясь затратами, он нанимает наемников и с их помощью он останавливает построение крепости, рамы на перепутье дорог. Седьмой стих. «В то время пришел Анания, прозорливец Касси, царю иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». Ну, то есть переговоры очень сложно шли, как бы. И союз, как бы, не очень состоялся между иудеей и Сирией. И об этом как раз пророк и говорит. «Не были ли и фиопляне, и левияне силой большую и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руки твои. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Казалось бы, побуждение было очень правильное у Ассы, но не обязательно надо было приглашать язычников, нанимать их, чтобы они боролись с другими язычниками. А можно было божьим воинством верующих людей справиться с языческими тенденциями на территории Израиля. И вот, когда Асса услышал это пророчество, Анания, прозорливца, 10 стих мы читаем, «И разгневался Асса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него, притеснял Аса и некоторых из народа в то время». А что ж гневаться на прозорливца? Прозорливец говорит то, что ему Господь дал сказать. Вот надо прямо сказать, что слово Божие, оно очень правдиво. Вот ведет себя царь правильно, так Писание говорит. Ведет себя тот же царь неправильно, Писание ничего не скрывает. Далее говорится о конце царствования Асы. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских, израильских. И сделался Аса болен ногами на 1939 году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхней части тела. То есть сначала ноги болели, ступни, потом выше, выше, выше. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Что значит взыскал не Господа, а врачей? Разве нельзя обращаться к врачам? Или всякий, кто обращается к врачам, он как бы отказывается от Господа? Ну, конечно, нет. В Писании сказано, что искусство врача от Господа, и не надо пренебрегать врачом, потому что он от Господа. Просто когда этот правитель всецело стал уповать на искусство врачей и забыл молиться Господу о том, чтобы Господь благословил этих врачей, помочь ему поправиться. Вот в этом была проблема. И почиласа с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего, и похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на дре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. То есть, потеряв упование на Бога, возложив упование всецело только на врачей, он проиграл, потому что он мог пользоваться искусством врачей, но при этом надо было молиться Богу, чтобы Господь благословил этих врачей, и врачевание произошло бы правильно. Но он этого не сделал. Субтитры создавал DimaTorzok